Пациенту с геморрагическим инсультом, формированием гематомы в правой височной области выполнено КТ без контраста, а затем ангиография артерий головного мозга. Выполнены исследования компьютерной томографии головы плюс КТ ангиография с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме с внутривенным контрастированием в артериальной и венозной фазе ультрависта 370-50 мл скорость 4,5 мл в секунду. Справа в височной доле выявлена обширная внутримозговая гематома размерами около 4,5х2,5х2,5 см. По эмпирической формуле объема длина на ширину на высоту умножить 0,5 равна 14 куб. сантиметров, плотностью около плюс 30-45 единиц Хаунсфилда, с нечеткими смазанными краями, симптом тающего сахара, окруженная зоной отека вещества мозга шириной 1,5-1,5 см. Гематома оказывает объемное воздействие на прилежащие отделы вещества мозга. Смещение срединных структур влево составляет 0,6-0,7 см. После введения контраста основные сосуды белизиевого круга, максимальные и периферические отделы средней мозговой артерии, задней мозговой артерии, передней мозговой артерии с обеих сторон, а также коммуниканты контрастируют с отчетливо. Дефектов наполнения аневризматического расширения просвета артерио-венозных мальфорваций не выявлено. Позвоночные артерии с обеих сторон при входе в череп, базилярная артерия без особенностей, внутренние, сонные, мозговая часть артерии у турецкого седла, средняя мозговая артерия с обеих сторон не расширены, не кальцинированы, синусы твердой мозговой оболочки без патологии, центральные, ликварные пространства мозга, боковые желудочки не расширены, правый боковой желудочек поджат, вследствие объемного воздействия гематомы. Ширина третьего желудочка 0,4 см, четвертый желудочек не расширен, субархноидальные ликварные пространства не расширены, симметричны, заполнены ликваром, без признаков церебральной атрофии. Турецкое седло не расширено, передне-задним размером 0,8 см, с агитальной плоскостью, по средней линии. Гипофиз находится по центру гипофизарной ямки, обычной формы, размером. В пазухах глиновидные решетчатые кости, лобные, внутричелюстные пазухи воздушные. Пневматизация ячеек сосцелидного отростка не снижена с обеих сторон. Внутренний слуховой проход слева и справа не расширен, симметричен. Со стороны костей травматических деструктивных изменений не выявлено. Заключение. Геморрагический инсульт в височной доле справа, с объемным воздействием на прилежащее отдел вещества мозга, с латеральной дислокацией срединных структур мозга влево. Со стороны интракраниальных кровеносных сосудов грубых патологических изменений не выявлено.